Четыре мамы, а сестры есть, а сестры есть. Заправляем полный бак. У нас в Белореченске есть автозаправка Лукоил. Здравствуйте. Четвертый полный бак, 32-й. Вот в Белореченске мы заправляемся только на Лукоиле. Есть подобные заправки, Лукоил и прочие местные, но мы как-то привыкли как в Питере заправляться, так и где заправляемся. Вон там у Дени, который в красной футболке, Соня. Чего ты знаешь, куда идешься? Вон. Скажи спасибо. И вам спасибо. Удачи на дорогу. Спасибо, до свидания. До свидания. Доброе утро, друзья. С вами я, Рита Суслова. Давно я не снимала видео. Очень была загружена. Сейчас... Сегодня мы едем в горы, в отель Даховская Слагода. Хотим там интересно провести время. Судя по фотографиям, отель очень красивый. Ну вот. Приедем, посмотрим, сделаем обзор. Но сейчас не об этом, сейчас мы едем. Сейчас заедем в Пятерку, купим с собой соков, воды, орешков, может быть, фруктов каких-то. Мы собираемся кушать. Мы планируем в отеле питаться, завтраки, обеды и ужины. Ну, возьмем с собой легкий перекусок. Вдруг кто-нибудь проголодается перед сном. Заправились бензином. Купили воды, сока, орешков с собой. И выехали. У нас сегодня теплый день, как обычно, в октябре. Здесь шикарная осень. Уже сейчас 10 часов 50 минут. Уже сейчас у нас 20 градусов, солнечно, красиво, очень приятно. Едем в Даховскую Слободу. Ехать нам 78 километров, час 13. Даховская Слобода – это горная местность. Там должны быть красивые пейзажи. Вот. Какие последние новости? Последние новости, что все мы очень сильно устали. Я переехала в Белореченск с целью немножечко сменить, умерить ритм жизни, побольше отдыхать, поменьше работать. Но не так-то просто это сделать. Что мы получили в итоге после переезда? Ну, это я лично. Так не у всех. Я развела такую активную деятельность здесь, что в последнее время прихожу домой только спать. В связи с этим даже не могла долгое время выпустить новое видео. Что еще? Очень хорошо пристроила своих детей. Прямо очень довольна. Идет рост личностный у детей. Идет развитие всестороннее. Поверните налево. Только успеваю их развозить. Слава Богу, у меня есть очень хороший помощник, старший сын Сергей, который тоже активно участвует в развозке детей. Как я говорила ранее, у нас... Поверните налево. К моей дочери поступили в музыкальную школу. У Анжелики два инструмента. Электрогитара плюс пианино. У Сони всестороннее творческое развитие плюс инструмент пианино. Идут активные занятия. Практически каждый день мои дети посещают музыкальную школу. Вот. Ну и, в общем-то, все хорошо. В том году Соня моя ходила в бассейн. На Ленина. Ну, вот тот старый бассейн. И, ну, ходил себе ребенок. Поверните направо. А когда мы поехали летом на море и жили в отеле, где был глубокий бассейн, я с удивлением обнаружила, что ребенок не боится глубины и, в общем-то, хорошо держится на воде и, в общем-то, плавает. Когда у нас в музыкальной школе расписание стало уже постоянным, ну, я решила, что музыкальная школа это очень хорошо для Сони, но было бы неплохо, чтобы она продолжила занятия в бассейне. Чтобы к первому классу понять, в чем она сильна и что ей больше нравится. Вот. И мои знакомые все в один голос советовали мне поехать в бассейн на родники. Очень хвалили этот бассейн. И я заехала в этот бассейн без Сони и пришла и поговорила с администратором. Там сидела женщина-администратор. Ну, сказала, что может, мы бы хотели плавать. Поверните направо. Что у меня такая дочка, ей пять лет. Воды она, в общем-то, не боится. Когда я разговаривала с администратором, рядом стояла какая-то женщина и слушала наши разговоры и разглядывала меня внимательно. А потом говорит, вы привозите мне ее на занятие, я ее посмотрю. Мы договорились о дате. Мы сдали все необходимые анализы. и пришли на занятия. Мы сразу же прошли в раздевалку и сразу же вышли в бассейн. Конечно, моя Соня, ну, как бы вам сказать, моя Соня очень удивилась и была очень шокирована видом бассейна, потому что бассейн был большой, 25 метров он. И она открыла рот и не знает, как реагировать на такое огромное количество воды. А я ей шепчу на ухо, Сонечка, бассейн глубокий весь. Самое мелкое место в бассейне, наверное, вот так мне будет. Ну, наверное, метр шестьдесят. Соня метр двадцать. Хорошо. А я шепчу ей на ухо, говорю, Сонечка, если ты начнешь тонуть, хватайся, вот как же это сказать между вот этими? Бортики. Хватайся за бортики, которые разделяют дорожки. Ты сможешь, если почувствуешь, что сил нет плыть, ты сможешь схватиться за бортики. Ну, это я быстренько шепнула. Смотрю, стоит тренер, мужчина, женщина и группа ребят, с которыми, в общем-то, Соня, наверное, должна заниматься. Я смотрю, ребятки такие уже спортивные, занимаются не первый год. Такие красивые, плечистые. Мне показалось, что, вероятно, они и по возрасту старше Сони, и выше ее. И идет мой пухлячок Соня вместе со мной в сторону тренеров. и мы подходим, а она такая, ребенок ребеночком, такая пухленькая вся, пухлячок такой. И они на нас смотрят с удивлением и молчат как-то. Они не знают, что сказать. Я поймала этот момент, что они не знают, что сказать, и опередила их. Я говорю, здравствуйте, это Соня, ей пять лет. Она очень любит воду, не боится глубины, она очень дисциплинированная и трудолюбивая. Молчание тренеров продолжилось. Потом мужчина-тренер махнул рукой и говорит, оставляйте Соню. Я оставила Соню и пошла в раздевалку ждать Соню. Пока я ждала Соню, я очень нервничала и думала, сейчас выйдет тренер и скажет, забирайте вашу девочку. Она тонет все время. Прождала я так, три минуты, пять. Волновалась страшно. В итоге вышла через час моя Соня вместе с тренером. Я говорю, ну как? Тренер говорит, все, как вы сказали. Я беру ее в свою группу. Таким образом, Соня моя оказалась в школе Олимпийского резерва. Бассейн «Волна» очень удивил меня. Я не ожидала, что такой классный современный бассейн у нас рядом находится в таком маленьком провинциальном городке, как Белореченск. Вот, поэтому, ну что, мы сейчас три раза в неделю ходим в бассейн пока три раза в неделю. Постоянно ездим в музыкальную школу. У меня очень много работы по... У меня очень много работы. Вот. И очень активную у нас деятельность. И так выдустали, честно говоря. Анжелика тоже очень старается и с учебой, и в музыкальной школе занимается. Тоже ребенок очень сильно закружен. Поэтому мы решили махнуть рукой, взять один день отдыха, отдыха, ну, два дня и поехать в город. Едем в новое незнакомое место. Это очень интересно. У нас здесь нет Эрмитажа, у нас здесь нет Исаакиевского собора. Вот. У нас здесь не так много театров. Поэтому мы развлекаемся такими вот поездками, что, считаю, тоже очень неплохо. Многие люди спрашивают меня, скучаете ли вы по Питеру? Знаете, друзья, скучать мне абсолютно некогда, поскольку я настолько организовала свою жизнь активную, что нет свободного времени скучать. Все дни сильно загружены. Процесс идет, поэтому скучать совершенно некогда. еще одна новость, которую я забыла вам рассказать. Моя Анжелика сейчас занимается на двух инструментах. Это портопьяно и электрогитаро. И тут у нее пришла идея попробовать такой инструмент, как барабаны. У нас теперь дома есть пианино, у нас есть две гитары. Барабанов у нас еще нет, но мне кажется, что это отличная идея. Я бы тоже с удовольствием побарабанила. Мы уже стали думать, куда же мы их сможем поставить. Думаю, что... А что, хочет ребенок на барабанах играть? Я считаю, что это хорошо. И я поиграю заодно немножко. Вполне возможно, скоро у нас... Поэтому вполне возможно, что скоро у нас появится видео, как мы выбирали барабаны. Котенка нашего, которого нам подкинули, так никто и не забрал. и я никогда не думала о том, что такое возможно, чтобы у меня в доме жило три кота. Я совершенно не хочу превратиться в тетинку, про которую говорят в новостях. Эти квартиры с кучей кошек. Вот совершенно не хочу. А котик-то у нас замечательный. Поэтому пожалуйста, жители Белореченска, поспрашивайте. Сонечка, ты мне мешаешь сильно. Поэтому дорогие жители Белореченска, поспрашивайте ради бога у своих знакомых, может быть кому-нибудь нужен хороший маленький котенок. Еще, конечно, есть надежда на Оксану Верещагину, которая в самое ближайшее время переезжает с севера в наш замечательный город. И кстати, надо ей напомнить, что когда она купит дом, первым делом в дом нужно впустить кота. Оксана, забирай нашего кота. Что еще хотела сказать? Дорогие мои подписчики, я начала вести свой блог совсем недавно, а вас у меня уже больше 400. спасибо вам за за подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь, интересуйтесь. Я очень рада, что вам интересно то, что я показываю и то, что я рассказываю. Спасибо вам большое. Друзья, задавайте свои вопросы в комментариях. Я отвечу на каждый вопрос. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была я, Рита Суслова. Всего хорошего. Всем добра. До свидания.